Что можно сделать в кухне площадью 5,7 квадратных метра? Там можно поставить стол с двумя стульями, плиту, духовой шкаф, посудомоечную машину, холодильник. Организовать небольшую рабочую поверхность. В общем, сделать полноценную кухню. Только небольшую. Кухня в Крущевке. Разбираем в этой программе. Двушка в доме 1965 года постройки. Тогда люди были счастливы любому отдельному жилью. И шестиметровая кухня, которую не надо делить с соседями по соц. общежитию, уже казалась раем. Сегодня стандарты изменились. И в моду вошли большие кухни. Но старые квартиры остались прежними. Ни больше, ни меньше. Так что будем работать с тем, что есть. Кстати, это квартира нашей бабушки. И туда собирается перебраться моя дочь Дарья. Так как оттуда ей быстрее добираться до института. Так что сейчас в ней идет ремонт. Кухня 2,20 на метр 34. Здесь особо не разгуляешься. Кухонную мебель можно поставить вдоль двух стен, справа от входа. Причем лишь вдоль капитальной стены встанет полноценная мебель глубиной 60 сантиметров. И то будет немного заходить на окно. Ведь там простенок от угла до окна всего 33 сантиметра. А вдоль стены смежной с ванной можно поставить только неглубокие шкафы для хранения сыпучих продуктов. В углу слева от окна встанет холодильник. Рядом с ним небольшой круглый стул и два стула. Круглый, чтобы не биться об углы на такой маленькой кухне. Так как комната небольшая, правильно будет решить ее в светлых тонах. Лучше всего подойдет скандинавский стиль. Светлые стены, серая или белая мебель, деревянная столешница. Ничего лишнего, только самое необходимое, чтобы не загромождать пространство. Стены покрасим. А в районе рабочей поверхности, рядом с плитой и раковиной, выложим плиткой-кабанчиком. Фартук будет на высоте 85 см от пола. Сверху, над фартуком, оставим полоску 32 см покрашенной стены. Это визуально приподнимет потолок. Для того, чтобы сохранить ощущение свободного пространства, навесные ящики расположим только в углу комнаты. Стену у стола можно декорировать рамами с графическими принтами или фотографиями. Центр композиции расположен на уровне глаз. Так она будет смотреться гармоничнее. В результате получилась вот такая лаконичная кухня. На стену, смежную с ванной, закрепим несколько полок и рейлинг для полотенец. Фасады навесных шкафчиков для посуды лучше сделать со стеклянными вставками. Так они будут смотреться легче. Ну, вы теперь понимаете, почему мы выложили такой широкий фартук по двум стенам. Он придает этой части интерьера законченный вид. В шкаф под раковиной спрячется ведро для бытовых отходов. Дальше встанет посудомойка и встроенный духовой шкаф. Его лучше выбрать небольшим, чтобы была возможность установить внизу выкатной ящик. Он очень понадобится для хранения ковшиков и сковородок. Что касается варочной поверхности, двух конфорок бабушки и внучки хватит. Компактная плита позволит сделать рабочую поверхность больше. Рядом на стене расположим еще два рейлинга. На них можно закрепить подвесные полки и корзины. Открытые полки внизу подойдут для хранения кастрюли. Ламинированная столешница под дерево разбавит светлый интерьер. Окно закроем роль шторой. Стену у стола, как и говорил ранее, декорируем композицией из рамок. В углу отдельно стоящий холодильник – это единственное место для него на такой кухне, так как только здесь ширина простенка от угла до окна 65 см. Кстати, эту стену можно декорировать и по-другому. Например, наклеив на нее фотообои или фреску с фантазийным рисунком леса. Это добавит интерьеру некой перспективы. На пол положим теплый пол и плитку. Но главное на кухне – это, конечно, не отделка и мебель, а техника. Именно она превращает просто комнату в арену для кулинарных поединков. Как понять, какой набор бытовой техники нужен вам? Все просто. Подумайте, что вы любите – пить кофе или готовить вафли. Жарить овощи на гриле или пить свежевыжатый сок. По своим предпочтениям вы поймете, что вам нужно. Иначе купленные вами из лучших побуждений бытовые приборы будут пылиться в режиме ожидания. Раз кухня небольшая, то бытовой техники должно быть немного, но вся она должна быть многофункциональной. У окна слева от плиты организуем чайно-кофейный уголок. Там поставим умный чайник и кофеварку. Умный чайник Redmond Sky Kittle сделан из нержавеющей стали и может управляться со смартфона благодаря технологии Ready for Sky. Загрузили приложение в телефон и можете включать чайник одним нажатием пальца. Даже если вы не дома. Чайник запрограммирован на 13 режимов нагрева воды для того, чтобы можно было заваривать любой чай. Дистанционно включайте его, и он кипятит воду. Так что я смогу включить его, подъезжая к дому бабушки, чтобы по приезду попить чай. А еще в нем есть будильник с мелодичным сигналом. Кофеварка Redmond RCM. С помощью этой рожковой кофеварки можно почувствовать себя настоящим бариста. Приготовить не только эспрессо, но и благодаря встроенному капучинатору еще и латам и киата и капучино. Нагретый пар под давлением 15 бар, как в профессиональных кофемашинах, проходит сквозь молотый кофе, раскрывая его глубокий вкус. Сверху горячая поверхность для подогрева чашек. С помощью ручки на боковой поверхности можно выбрать объем кофе от самого маленького до 300 мл. А это электромясорубка. Прибор, редко используемый в ежедневном режиме, но на кухне быть обязан. Мясорубка Redmond RMG. Настоящий многофункциональный комбайн. 8 в 1. Она поможет сделать фарш, колбасу, нашинковать и потереть овощи и фрукты, и даже выжить сок из ягод, мягких фруктов и овощей. Просто подберите нужную насадку. И все. Каждая бабушка любит побаловать своих внуков выпечкой. Но вымешивать тесто не всем под силу. С этим легко справится кухонная машина Redmond RKM. Объем чаши 5 литров, 6 скоростей работы и 3 различных насадки помогут замесить и дрожжевое тесто для булочек, и песочное для печенья. Ну а что еще нужно внукам? Ну а для того, чтобы быстро убрать крошки на кухне, нужен пылесос. Лучше, если он будет беспроводной. Вертикальный пылесос Redmond RV. Ему не нужен провод. Достаточно просто зарядить аккумулятор. Благодаря многоуровневой системе фильтрации Multi-Cyclon 10 Plus 1 он быстро и эффективно соберет даже мелкие частицы. Два режима уборки. Интенсивный и для ежедневного поддержания порядка. Турбощетка с электроприводом легко соберет мусор из ковра и с гладкого пола. Так что здесь, на плитке, будет идеальная чистота. Время работы на одном заряде 25 минут. А заряжается аккумулятор в течение 4 часов. На щетке есть даже светодиодная подсветка для уборки в малоосвещенных местах. В общем, бабушка будет довольна. Ну и, конечно, кухня – это место, где встречаются самые агрессивные среды, самые активные запахи, дым, пар, пыль. Я продумал и этот момент. Поставим сюда умный очиститель воздуха Redmond Sky Air Clean. Он очищает воздух на 99,9%. Уничтожает вирусы, бактерии и споры грибков. Можно включить режим ионизации, установить таймер непрерывной работы до 8 часов. А если что-то пригорело, использовать режим быстрого удаления дыма и очистить воздух в считанные минуты. И даже если бабушка не разберется, я смогу сделать это дистанционно благодаря технологии Ready for Sky со своего смартфона. Ну а порядок во всей остальной квартире поможет поддерживать безмешковый пылесос Redmond RV308 с уникальной технологией очистки воздуха Multi Cyclone 8 Plus 1. При минимальном расходе электроэнергии обеспечивается постоянно высокая мощность всасывания. Есть овальная насадка для ухода за домашними животными, при помощи которой можно одновременно расчесывать шерсть своего питомца. А еще этот пылесос легко разобрать и почистить. Теперь эта небольшая кухня заряжена полностью. Оптимальное использование пространства, оптимальный набор бытовой техники, максимальная концентрация технологии в минимальном объеме кухни. В хрущевках тоже можно жить с комфортом. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Пересмотрите предыдущие выпуски, там я уже рассказал, как сделать в хрущевке крутую ванную и маленькую функциональную гардеробную. Увидимся через неделю. Будем менять с Александром Гришаевым.